Продолжение следует... Я просмотрел этот фильм, вспомнил те события, о которых я уже и подзабыл, и должен сказать, что подобный голод есть довольно-таки суровое испытание, можно даже назвать это таким маленьким духовным подвигом, в результате которого обнажаются многие истины, как духовные, так и врачебные. Когда ты голодаешь, наблюдаешь за собой, видишь, что из тебя выходит, ты начинаешь на многие вещи, о которых пишут в книгах, смотреть совершенно по-другому, потому что ты их чувствуешь, ты их видишь, ты их ощущаешь. И оказывается, то, что я прошел во время 40-дневного голода и записал свои рассуждения, я их так и оставил, как они и идут по ходу действия съемок. Это выброс огромного количества шлаков, вы их увидите после 30-х суток, понятно, с 25-х как начались, после 30-х суток идет, идет, идет какая-то там чернота. После того, как я прошел этот голод, примерно где-то с полгода, если не больше, или если не с год, по-моему, от меня от тела не было никакого запаха, нигде ничего, пот был чистейшим. Трудно, конечно, голодать, трудно, очень трудно голодать, надо терпеть, надо, будем говорить, в какую-то цель иметь, сжаться в кулак, будем говорить, я вспоминаю те дни, вы увидите и услышите и голос ослаб, меня шатало, допустим, когда я обувался, мне надо было прислониться, там жена поддерживала, она даже стеснялась, как бы сказать, рядом со мной ходить такой, я был худой и старый, все это вы увидите. И что хочу сказать насчет лечения. Вот когда из человека выйдет столько дерьма, сколько вышло с меня за эти 40 суток, тогда становится ясно, насколько много у человека патологий. И, естественно, все остальные виды лечения ничего не сделают. У меня даже такой был случай, где-то на 36-38 сутки, я не снял этого момента. У меня вместе с мочой выходила какая-то жидкость такого мазутообразного цвета, черная. Так вот в струйке раз проскочила, так порезанула по мочевому каналу и вышла. Я был удивлен, конечно, и шокирован. Ну ладно, с толстого кишечника, а с мочевого канала, что это такое? То есть патология, ну, везде у человека имеется. Он даже о ней и не подозревает, что она там мирно, тихо, зреет, может превратиться в опухоль, может дать какое-то там заболевание, может еще что-нибудь дать. И вот эти все рассуждения мои на голоде, когда я был сам очевидцем всех этих событий, А вот они идут не с каких-то теоретических рассуждений, а уже, будем говорить, это практика от наглядности и доступности. Можете посмотреть этот фильм и для себя сделать подлежащие выводы. Интересно увидеть человека, который голодает 30 суток, его телосложение и прочее-прочее. Вот я перерываю. 30-е сутки. Я продолжаю заниматься асанами. Итак, занятия. Продолжение следует... 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 На уровне соединительной ткани, на уровне суставов, то есть на уровне основы, на которой все последующее базируется, мышцы, органы и так далее. Вот это закрытый лодок. И под конец свободно расслабленное сидение, своего рода медитация. Продолжение следует... Вот и все занятие. В начале разминка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...